Приветствуем вас, друзья, вы на канале Велесмастер. В этом видео я вам покажу единственную экспертизу, которая была зачитана в суде, но которую суд не принял во внимание и не приобщил к материалам уголовного дела. При этом суд от себя не назначил ни одной экспертизы, но в обвинительном приговоре было указано, что вольер с амурскими тиграми, возле которого произошло ЧП, был изготовлен из сетки рабицы. Но давайте почитаем, что на этот счет показала независимая экспертиза. На основании заявки от 1 июля 2022 года от Ялтинского зоопарка «Сказка» производство исследования поручено специалисту в области строительства Зимницкому Сергею Васильевичу. Объектом исследования является вольер с амурскими тиграми, в том числе отжимное ограждение, расположенное по адресу Республика Крым, город Белогорск, улица Лавандовая 1. На исследование эксперта поставлены следующие вопросы. Первое. Применялось ли при строительстве данного вольера тигров сетка рабица? Если нет, то из какого вида сетки выполнено основное ограждение вольера? Второе. Возможен ли люфт данной сетки, из которой выполнено основное ограждение вольера, в сторону посетителей от прыжка на него взрослого тигра? Если да, то на какое расстояние? Третье. Может ли взрослый тигр просунуть лапу-морду, зубы за пределы основного ограждения вольера, в котором он содержится? Четвертое. Можно ли достоверно определить экспертным путем, когда было установлено контрольное ограждение у данного вольера тигров? Пятое. При каких обстоятельствах тигр, находящийся в данном вольере, мог нанести травму грудному ребенку возрастом один год и два месяца? В соответствии со специальными познаниями и опытом работы, производство исследования поручено специалисту Земницкому. Имеющему высшее образование, окончил Ростовский инженерно-строительный институт в 1978 году по специальности промышленное и гражданское строительство. Присвоена квалификация инженер-строитель. Стаж работы по специальности более 35 лет. Стаж экспертной работы 10 лет. Для ограждения основного вольера, препятствующего выходу животного из вольера, использована рифленая сетка, которую называют металлотканным ситом. Эта сетка применяется в горно-промышленной отрасли для сортировки всех типов сыпучих материалов на различные фракции. Сетка рифленая отличается большой площадью к свету, обладает повышенной прочностью и является оптимальным решением для наиболее эффективного процесса сортировки твердых сыпучих материалов. При изготовлении рифленой сетки используется износостойкая пружинная проволока немецкого и российского производства. Указанные сетки используются из нержавеющей стали, которая сама по себе является одним из самых прочных металлов, превосходящей по прочности латунь и даже титан, выдерживая нагрузку почти 16 тонн на трубку диаметром 25 мм и толщиной стенки в 2 мм. Более того, сетки выполнены в виде рифленой поверхности, а из школьной программы все мы знаем, что если обычный лист бумаги сделать рифленым, то он способен выдержать вес небольшой металлической баночки. Все это говорит о высочайшей прочности и надежности вольеров в парке Львов-Тайган. Также из результатов независимой экспертизы нам известно, что размер ячейки сетки, которая используется для изготовления вольеров 50 на 50 мм. В строительном магазине я купил имитацию сетки для вольеров, меня интересовало только соблюдение размеров ячейки для своего эксперимента. Как видите, руку взрослого человека невозможно просунуть внутрь клетки через ячейки этого размера. Также это видно на других видео из парка Львов-Тайган, где взрослые дают корм тиграм через клетку. Для следующего эксперимента я попросил соседского ребенка, которому уже 4 года, просунуть руку через ячейку с конфетой в руках. Как видите, у 4-летнего ребенка это получается, но с трудом. Соответственно, рука годовалого ребенка с легкостью пройдет через ячейку внутрь клетки с амурским тигром. И само собой невозможно даже предположить, что амурский тигр, в силу своих размеров и биологических возможностей, способен просунуть даже лапу через ячейки вольера. И напоследок почитаем, какие ответы дала независимая экспертиза на поставленные перед экспертами вопросы. Сетка рабица, выпускаемая в Российской Федерации при строительстве исследуемого вольера для содержания амурских тигров, не применена. Основное ограждение вольера для амурских тигров выполнено из рифленой высокопрочной сетки, выпускаемой для грохотов. Значительный люфт сетки от удара взрослого тигра невозможен. Взрослый амурский тигр, в силу своих биологических размеров, а также в силу технических характеристик ограждения вольера, в котором он содержится, не может высунуть лапу, морду, зубы за пределы основного ограждения вольера. Достоверно определить временной период установки отжимного барьера не представляется возможным. Тигр может нанести травму руки грудному ребенку только в том случае, если рука ребенка окажется за пределами основного ограждения, то есть внутри вольера тигров. Я уверен, вам теперь понятно, что судья не принял данную экспертизу и не приобщил к материалам уголовного дела, потому что она отрицает виновность Зубкова Олега Алексеевича. Зато показывает, что подобное ЧП могло произойти только в том случае, если мать ребенка сама позволила ему просунуть руку с кормом через ячейку клетки внутри вольера с амурским тигром. Поддержите видео лайком, поделитесь им в социальных сетях и подписывайтесь на наш YouTube канал, а также на наш Telegram Veles Master по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok